с вами сказать славу нашему Богу. Хочу поздравить вас сегодня с прекрасным праздником, субботой. Бог благословил нам замечательный день, и когда мы читаем четвертую заповедь, с чего начинается четвертая заповедь? Помни, день субботний. А потом объясняется почему, да? И вот есть, я хочу немножечко сказать о четвертой заповеди сегодня, но с такой стороны, Бог что сказал в этой четвертой заповеди? Шесть дней что нужно делать? Работать нужно. Шесть дней нужно работать и делать всякие дела. Ну, можно по-другому прочитать. Шесть дней работай, делай все, что хочешь, да? А вот суббота будь хорошим и святым. Но когда мы говорим о субботе, чаще мы больше, что тут не надо работать и быть на собрании. А я хочу, чтобы мы на четвертую заповедь посмотрели теперь с другой стороны, со стороны вот целой нашей недели. Дети сейчас нам рассказали такую хорошую программу, за что славят Бога. Вот когда мы приходим в день субботний, чтобы поблагодарить, прославить Бога, за что мы Его хотим поблагодарить и прославить? За первый день, за второй день, за третий день, за четвертый, или за субботу только? За все шесть дней творения. Итак, шесть дней творения нам рассказывают о Боге. И когда мы говорим о Боге, который сотворил вот эту небо, землю, если мы сегодня заглянем в любую сторону, да, пойдем на 25 тысяч миль, как говорится, в любую сторону, мы можем через определенный промежуток, мы увидим, что все абсолютно по-разному. Природа Орегона сильно отличается от природы Аризоны, да, или, допустим, Rocky Mountains, или Smoky Mountains на East Coast. Когда мы смотрим, допустим, Флорида, и сравнить ее, допустим, с Мизури, или Айдаха, север Айдаха, да, кто-то был в Кентаке или север Айдаха, видели горы, которые сильно отличаются от других гор. И вот когда мы видим все это, Божье творение, когда смотришь, оно каждый раз удивляешься. Абсолютно разная природа, разные деревья, разный ландскейп. Мы замечаем Бога в этом, насколько Бог все интересно это все делает. Так вот, когда Бог сотворил первого человека, Адама, да, и Еву, он им первое, одна из первых заповедей, которые он им говорит, такие слова. И, кстати, Ною после потопа он тоже повторил и его сынам то же самое. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ей, и владычествуйте. То есть Бог дает такое повеление Адаму, что он говорит, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте на ней. Если сегодня посмотреть на это по-другому, вот когда Бог сотворил, нам кажется, что вот самая лучшая мечта всех людей попасть в Эдемский сад. Вот Адам бы жил бы в Эдемском саду и всем было бы хорошо. Но вот согласно этого текста, что Бог хотел, чтобы люди делали? Чтобы люди распространились по всей земле, чтобы они наполнили всю землю, не только Эдемский сад наполнили, а от всей земли там уже как-нибудь, там животные пусть живут и наполняют. Бог хотел, чтобы человек наполнял всю землю, жил на ней, распространялся на ней. И вот сегодня, когда мы говорим об этом, я хочу, чтобы вы посмотрели на это как на заповедь. Вот обладать землю, пользоваться, трудиться на ней. И я хочу прочитать пару мест из Библии, которые нам говорят о том, о предназначении человека. Мы все работаем, каждый на своей работе, каждый трудится, каждый что-то делает своими руками или какие-то предприятия делает. И вот я прочитаю два текста. Один из книги «Экклезиаст», а одно из посланий «Колоссянам». «Колоссянам» 3 глава, апостол Павел дает им такое наставление, 17 стих, 3.17, и говорит, «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть, когда вы что-то делаете, делайте так, чтобы это было, как во имя Господа Иисуса Христа. То есть, по вере. Вот он пишет верующим людям, которые уверовали в своего Мессию, которые обратились к Богу. И когда он говорит, вот теперь все, что вы делаете словом или делом, сделайте так, как во имя Господа Иисуса Христа. Другое место, которое очень похоже, это в книге «Экклезиаст», 9 главе. Книга «Экклезиаст», 9 глава, 10 стих. Я хочу прочитать. Он говорит такие слова. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты идешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости». Ну вот первая часть этого стиха. Он говорит, что «все, что может рука твоя делать, по силам делай». Есть некоторые английские переводы, которые говорят «do well». Не просто тут написано «do it with your might», а там написано «do well». То есть все, что рука твоя может делать, делай хорошо. И у нас тоже по-русски тоже можно так понять, что делай, насколько ты можешь это сделать хорошо. Почему он такое говорит? Зачем это нужно? Когда мы смотрим или мы все с вами работаем, каждый на своей работе. Кто-то врач, кто-то государственный чиновник, кто-то работает на стройке. А вы знаете, что в Библии, если посмотреть на разных библейских героев, которые мы читаем, начиная с книги «Бытия», у каждого из них, вот этих духовных лидеров, духовного такого мира, у них была профессия, они чем-то занимались. Вот если, к примеру, посмотреть, Яков, Исаак, вот кем был Исаак? Книга «Бытие» рассказывает за жизнью Исаака. Сегодня по-английски мы бы сказали «on developer», как бы сказал, land developer. Человек, который разрабатывал земли, у него были урожаи, были рабочие, которые разрабатывались, засеивали ячменем во время голода, и у него урожай был в сто раз. То есть, когда был голод, у него ячмень давал в сто крат. То есть, это был хороший предприниматель, как бы сегодня developer, который разрабатывал землю. Если посмотреть на Якова, его сына, чем он занимался? Ну, если просто так сказать, был пастух, чабан. А по-английски, если сказать, это уже лучше звучит, рейнджер, да? Как бы сказать, человек рейнджер, у него там много скота, и он за этим скотом смотрел, и с этого получал прибыль. То есть, это человек, который был такой же, как и все мы, у которого было какое-то занятие, который чем-то занимался. Вот, когда мы читаем, допустим, историю из-за Иосифа, кого мы в нем видим? Мы сразу в нем видим такого государственного чиновника, который начал спас людей от голода, да? Вот чем отличился Иосиф? Иосифу Бог дал откровение, он прошел очень трудную жизнь, прежде чем он принял, да, какой-то стал государственным, он не открыл какой-то благотворительный фонд, зная, да, вот Бог дал ему откровение. И он сказал, так, царь, давайте мы откроем нон-профит организацию, сделаем, будем собирать пожертвование пшеницей, и потом кормить всех бедных. Он говорит царю, что царь, вот такое дело, что будет семь лет голода. И посмотрите, как совестливо он поступает, когда он потом открывает пшеницу, начинает продавать пшеницу, когда со всех местностей люди начинают приходить в Египет, потому что там есть пшеница, почем они покупают? В три дорого, в пять раз дорого, в десять раз дорого. Он мог просто, сказать, назвать любую цену, ему бы платили. Он этого не делает. Иосиф прославился тем, что во время благоприятное он собрал такие запасы, что написано, что перестали считать. Но когда пришло тяжелое время, он просто начал отдавать по той же самой цене, не меняя ничего. То есть поступая как в очень даже этичном. И это человек, который занялся, ну как бы, я не знаю, это духовная работа или не духовная. Иногда часто нам говорят, хватит заниматься этими плотскими делами. Кому крышу перекрыть, кому там картошку выкопать. Эти плотские дела нужно оставить, надо духовные. Молиться, читать Библию, изучать, это духовное дело. А вот машину какую-то зашпаклевать или еще что-то отремонтировать в доме, это такое плотское дело, оно может и подождать. Но Библия не так говорит. Библия называет, что есть дела духовные, а есть дела плотские. И вот когда говорит Библия за плотские дела, это какие дела? Это не такие дела, о которых мы говорим в повседневной нашей жизни, которыми мы зарабатываем себе на хлеб насущный или что-то мы делаем. И вот если прочитать книгу Даниила, книга Даниила, очень интересная книга, и Библия рассказывает за юношей, которые, можно так сказать, были эмигрантами в не очень дружественной стране, которые, может, не по своей воле, но эмигрировали в эту страну. Что он начал делать? Этот юноша, будучи эмигрантом, пошел учиться в лучший университет Вавилона. Когда он туда попал и учился, там было множество других, таких же, как и он, которые точно так же, как и он, учились. И с ним был Бог тогда или не был Бог, когда он это все делал? Вот то, что он делал, был с ним Бог или нет, когда мы читаем эту книгу? Как его узнали, что это замечательный человек? Потому что с ним был Бог. Вот есть его, как бы, личные качества характера, этого Даниила, потому что в чем его осудили, хотели осудить, чтобы его, в том, что он молился, да? То есть это было его личное, что он не мог жить без молитвы. Три раза в день, независимо от царского указа, он склонял свои колени и обращал свой взор к Богу. Но его буквальные качества, то, как он управлял страной, люди замечали, что он делает лучше, чем многие другие. А почему это у него получалось? Потому что с ним был Бог. И вот когда мы смотрим на верующих людей, да, апостол Павел пишет, когда все делайте, как во имя Господа Иисуса Христа. Вот как это сделать так? То есть это как своего рода роспись поставить. Вот знаете, есть договор между работодателем, да, и работником. И вы когда что-то делаете, да, какой-то договор заключаете, мы ставим роспись. И вот представьте, поставить роспись имя своего Господа. Да, то есть вот, что эта работа сделана хорошо, я за это отвечаю. То есть мы это гарантируем. Как бы, можно так сказать? Вот я знаю такую ситуацию, когда некоторые люди говорят, я с этими верующими никогда больше работать не буду. Его несколько раз обманули, настройки обманули, ну как бы взяли деньги наперед, потом долго тянули, потом не могли это никак закончить, а в конце концов, просто из-за того, что нехватки времени, многие вещи не доделали и бросили, и закончили так. И этот человек такой расстроенный, Билдер говорит, я никогда с этими верующими больше работать не хочу. Вот люди поставили роспись. Он знал, что они верующие люди, и они вот так поступили. Кого они прославили? Да? Или кого они показали этому человеку? Он подумал, что раз верующие, значит, это хорошие люди. Много раз мы ездили на Мексику, да, с миссией. И вот вы знаете, на таможне, какое опасное слово нельзя говорить. Если вы не хотите, чтобы вас проверяли абсолютно и полностью, никогда не говорите, что вы верующие. Потому что, если вы скажете, что вы верующие, с церковью едете, вас сто процентов будут досматривать всю машину, прямо и сразу. Почему такая репутация? Как так получается? Потому что люди думают, ну, мы верующие, вот у них есть там этих американцев закон, а у нас свои законы, мы по своим законам живем. Это мы думаем, что по совести можно. И все. Они думают, как это верующие такое могут делать, да? И у них уже как правило, если человек начинает только говорить, что он такой религиозный или верующий, точно надо обязательно его проверить. Досмотреть. Он же верующий, ему какая разница, все равно с ним ничего не будет. И вот, когда мы об этом всем рассуждаем, вот, Библия говорит, кем Адам был? Да? Первый человек на земле, он кем был? Ландскейпщиком. Да? Или как сказать? Человек, который ухаживал за землей. Садовник. Да, по-английски ландскейпер. Вот, если ландскейпер у вас профессия Адама. И вот, Бог его таким сделал, вот этот сад Эдемский сказал за ним ухаживать. И казалось бы, в чем была духовность Адама? В том, что он во время полудня мог беседовать с Богом? Или то, что он мог обрезать эти деревья и ухаживать за садом, который поручил ему Бог? И вот каждому из нас в жизни достается какая-то профессия. Выбираем мы ее случайно, кто-то нас позвал, кому-то оно легло на сердце, кому-то оно просто повезло, и люди начали заниматься каким-то делом. Библия рассказывает, что Иисус, Отец Иисуса, был плотником. По-гречески, вообще, это тех. Слово греческое, знаете, технология. Первое слово этого тех, оно означает эта профессия, которая была у Иисуса. Я думаю, что он тоже был сын плотника, что-то умел делать своими руками. Я думаю, что, может быть, что-то он и делал своими руками. И Библия рассказывает, что когда он пришел в одну из синагог, они знали, что это чей сын? Плотника. То есть, они знали его по какому-то делу, по какому-то искусству. И вот, первое послание Коринфянам, четвертая глава, второй стих. Можно высветить. Апостол Павел пишет о духовных вещах. Но я вам хочу посмотреть и на обратную сторону духовных вещей, потому что любая притча познается в чем? Обычный смысл. В первую очередь, обычный смысл. А потом можно уже какую-то духовность выводить, если она там есть. Он говорит, и так каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот когда вы заказываете какую-то работу, вам дом строят, что вам нужно, который сантехник пришел, чтобы он как вам сделал трубы? Хорошо ли, что вы спали спокойно? Или что вы все время переживали? А может он там что-то не доделал? А вдруг потечет? А вдруг что-то не то будет? Вот вы сталкивались с такими ситуациями, когда вы даете человеку машину отремонтировать или что-то сделать? Человек говорит, да, да, я сделаю и не сделаю. Бывало такое? Вот он говорит, что если мы смотрим не на какой-то духовный, что это устройство, Павел пишет за устройство церкви, храма, про образ тела Христова, а если мы на это посмотрим, вот буквально на самый такой обычный смысл, что нужно, когда вот мы с кем-то заключаем договор, чтобы этот человек, если он сказал да, он так и сделает да, вот верный. Человек останется верный, верный тому, что он пообещал, то, о чем вы договорились, что это нужно сделать, он это скажет, он это объяснит, и он это сделает. И вот мы говорим за какую-то вроде бы стройку, но а как люди проверяются? Апостол Павел говорит, благодарю Господа моего, что он нашел меня каким? Верным, а потом что он сделал? И определил на служение. То есть для того, чтобы человека какого-то определить на служение, он уже должен быть верный. То есть это не такой человек, что он вам сегодня пообещает, а завтра сделает по-другому. Или скажет, я передумал, мне неудобно, мне невыгодно, у меня не получается, у меня сейчас времени нету. Он так не будет говорить. Если он сказал, что я это сделаю, значит он это сделает. И вот я снова возвращаюсь к тому стиху, где апостол Павел говорит Голоссянам, и так все, что вы делаете, делайте как? Как для Господа. А как это вот для Господа? Вы знаете, что большую часть своей жизни люди проводят на работе. И мужчины, и женщины все проводят на работе. Будь то это управление домом, хозяйством, воспитание детей, какого-то огорода, сад, или просто какая-то труд, работа. Потому что, когда мы проснулись, первым делом, вот мы проснулись, приготовились, мы куда идем? На работу. Вот придет понедельник, мы пойдем все на работу. И часов десять мы где-то будем отсутствовать в доме. и если вот отнять детство и старость, и вот это только взять такой плодотворные годы жизни, это треть нашей жизни. Практически мы где-то трудимся, мы что-то делаем. И если посмотреть на это с той стороны, когда Бог сотворил человека, Он дал ему какое-то предназначение. Не просто так, вот, ты родился, у тебя есть руки, глаза, способности, или там какие-то таланты, знания, увлечения, или желания. То есть Бог тебя уже для чего-то создал, ты для чего-то предназначен. Ты что-то можешь делать. И когда Бог для этого человека предназначил, вот это время, которое человек проводит, как он его проводит, есть такое, говорит, что вот выбери, иногда на бракосочетании, вот что на первом месте кто должен быть? Бог, семья, работа или служение? Знаете, есть такие курсы для служителей и подготавливают. У кого-то на первом месте говорят служение, или там Бог, служение, а потом уже семья, или... То есть это специальный такой провокационный вопрос, что может человек разделить Бог, служение, семья, работа, или оно неделимое все? Знаете, я рассуждая над этим, я пришел, что эти вещи, они неделимые, потому что если Бог, Он с нами, Он Бог и в нашей семье, Он и Бог, который с нами в служении, Он и Бог, который с нами на работе, Он нас везде сопровождает. Все, что мы делаем, мы делаем, то есть если человек печет хлеб, месит тесто, он это как делает? Он это делает с Богом. То есть Бог дает ему мудрость и способность трудиться, приносить добро людям. Потому что если он спекет хороший хлеб, да, вот женщина спекла хороший хлеб, и все кушают им вкусный такой хлеб, а как у ней на душе? А ей приятно, да? А ей бы сказали, лучше бы ты молилась там, да, шесть часов. Ну, как бы муж сказал, зачем мне этот хлеб? Вот молилась бы ты, шесть часов, вот мне было бы хорошо, нет, голодного хлеба хочет. Понимаете? И вот есть вещи, которые мы замечаем, когда нам кто-то что-то делает. И нам приятно это. Это часть нашей жизни. И вот Евангелие Луки, 17 глава, 21 стих. Ученики говорят, да? Евангелие Луки, 17, 21. Ученики задают Иисусу вопрос, где есть у вас Царство Божие? А оно где, Царство Божие? А он говорит, внутри вас есть. Вот это состояние ума, разума человека, вот это мир, который в Боге, он уже внутри человека. Когда человек что-то хочет сделать, оно уже внутри у него есть. Но если в нашем сердце есть это Царство Божие, и вот мы, когда что-то делаем, мы его проповедуем. Вы знаете, мы его проповедуем. Вот хотим мы или не хотим, мы это проповедуем, мы это делаем. И когда человек что-то делает, люди уже могут судить по его делам, вот видя его поступки, видя качество его работы, его дела, они могут судить, какой это человек. Когда люди заметили, что за Иосифа, ибо в нем пребывает высокий дух, за Даниила тоже, что этот человек, вот там был, это за Даниила, помните этот, Балтасар, он говорит, помнишь, там был такой Даниил, ибо в нем пребывает высокий дух. Говорит, позови его, может он объяснит, вот это, что там рука написала. А как они знали? То есть они знали его качество, они знали, что этот человек был посвящен какому-то делу. Он был способный, он талантливый, и такого человека, что хотели спросить? Хотели спросить совета. Вот когда мы говорим за шесть дней творения, восьмой псалом начинается такими словами. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое где? В Едемском саду. Во всей земле. Куда бы мы ни заглянули в любой уголок земли, посмотреть на это озеро, да, Крейтер Лейк, или посмотреть на какую-то долину, равнину Техаса, мы можем это заметить? Оно действительно величие Бога, оно есть, и во всех народах, или на всяких языках люди, которые живут, они не просто так, они замечают, что здесь есть какой-то отпечаток Творца. Каждый квадратный инч имеет какой-то отпечаток Бога, да? И вот когда мы говорим за наш труд, то, что мы делаем, он тоже имеет свой отпечаток, отпечаток нашего характера, отпечаток наших внутренних чувств, отпечаток наших качеств. Я хочу, чтобы мы сегодня тоже немножко порассуждали из одного человека. Как вы думаете, какой в Библии человек называется первым человеком, который исполнился Духа Святого? Кто-то может подумать, какой был первый человек в Библии, вот первый, самый первый человек в Библии, за которого написано, что Бог его исполнил Духом Святым? Я прочитаю вам. Это книга Исход, 31 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселила, сына Урьева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления, резать дерево, для всякого дела, и вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Дана, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они делали все, что я повелел тебе». Представляете, первый человек, он не был пророк, он не был царь, он не был апостол, что мы за этого человека знаем? Имя Веселиил, или по-еврейски Бецалель, это переводится как под сенью Божьей, или вот есть 90-й Псалом такой, живущий под сенью всемогущего покоя. Посмотрите, имя, Бецалель. А как этот человек вот с таким именем вдруг Бог говорит, что я исполнил его Духом Божьим, для какой работы? Вот сегодня, когда мы говорим за искусство, люди картины рисуют, или там резьбу по дереву делают, вот что бы мы хотели увидеть? Вот даже сегодня сделать минору из золота, вот попробуйте сделать минору из чистого золота, чтобы она не развалилась. Даже сегодня вот инженеры там планируют и все, надо как-то добавить каких-то более твердых металлов, чтобы вот эти ветви этой миноры оставались на месте, чтобы они просто не погнулась от своего веса, потому что золото очень мягкий материал. А как Бог дал этому человеку мудрость и знание? Как вы думаете, когда он юношей рос, Бог был с ним? Наверное же, Бог был с ним. Потому что, когда родители видели, что этот ребенок любит что-то делать своими руками, лепку какую-то делать, резать или там с железом работать, с металлом, они, может, думали, да, все время какими-то плотскими делами занимается, лучше Богу помолился, да? Можешь так было сказать? А вы представляете, для чего Бог готовил этого человека? Вот когда? Он же не сразу пришел, Бог сказал, ну вот, вот этот человек из колена Иудина будет заниматься. Он раз и моментально исполнился и начал это делать. Или он как-то к этому дошел? Вот как-то он дошел до этого состояния, когда Бог говорит, что в нем находится мой дух. Когда мы, вот мне вот эта история чем-то напоминает историю царя Давида тоже, очень похожая. Потому что, когда мы рассуждаем за царя Давида, он сразу стал царем? А вот в детстве что он делал? Ну, тоже был пастухом, да? Овец пас и так далее делал. Ну, как он их пас? Вот в свободное время вместе с овцами что он делал? Он им проповедовал, да? Он играл и он славил Бога. Он в этом находил, то есть, неважно, чем он занимался, этот человек во время своего труда пел и славил Бога. Вы встречали таких людей, которые работают, вы знаете, плитку ложат, на коленях стоит и Бога благодарит, молится. Он плитку в этом шауре ложит, на коленях стоит, на коленниках и молится, и Бога благодарит одновременно, слух, не переставая. Вы таких людей встречали? Я таких людей встречал на стройке. Есть человек, который делает, и он все равно, то есть, он находится в другом состоянии духа, то есть, он получает какое-то удовольствие. И вот, когда человек что-то делает своими руками, у вас есть какое-то удовлетворение, когда вы сделали хорошо, и вы видите, что ваша работа получилась хорошо. Молится ли человек, когда он просит? Нет, это только вот эти, которые садят, поля не садят, и говорят, Господи, благослови, потому что урожая не будет, все. Да? Нет, каждый из нас что-то делает. Представьте, вот такое состояние, иногда Бог говорит в пророчестве, Он сказал пророку, Риме, зайди в одно место, где горшечник лепил сосуды, и Он сказал ему, зайди и посмотри, как этот человек работает. Он стоял, смотрел, и вдруг у него там что-то, он на этом крутился, крутился, вдруг у него что-то там пошло не так, баланс сбился, он еще смял этот и взял, начал лепить новый. Вы знаете, иногда бывает такое состояние, Бог говорит, вот так же я поступлю, что иногда вот мы хотим сделать что-то. У меня была один раз такая ситуация, когда нужно было окно, и меня попросили там вырезать плитку, знаете, на бэксплаж, и мне нужно было ее вырезать. Знаете, такая сложная форма и очень хрупкая плитка, и я, в общем, минут 15 точил, 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 отрисовал, подгонял, точил, точил, все, выточил, так вот четко становится, намазал клей, начал прижимать, она бах, лопнула. Я такой расстроенный был. Я опять, все надо начинать сначала. Я думаю, кто работал, тот знает. Когда вот и столько труда вложил, вот уже столько, как бы сказать, стараний, осторожностей, и все остальное, вот в последний момент она бах, сломалась. Такое разочарование. Вот мне кажется, когда я читаю вот это место с этим человеком, который лепил глиняный сосуд, Бог вот так передал свои чувства, когда он с Израилем, как бы сказать, вкладывал всю душу, и все. И это не только с Израилем, вот с каждым из вас. Бог с вами работает особенным образом. Вот вы кажете, что, ну, вот обычно люди живут себе, там, мирские или все, с ними, может, Бог никаких дел не имеет, и все. Но с каждым человеком Бог работает по-особенному. Вот как-то бывает мягко, бывает строго, бывает сны посылает, бывает вразумляет. Так говорит книга «Экклезиаста», что Бог как-то учит каждого человека. И вот когда он учит, вдруг человек пошел не тем путем. Знаете, как расстраивается Бог, да, что вот это разочарование, и все. И в книге «Пророках» мы читаем, что у Бога тоже может быть разочарование. И вот точно так же и в нашем деле, когда мы что-то делаем, у нас просто вот получается, и хорошо так получается. Знаете, благодарность в сердце, вот это такое приятное состояние. Это такое же состояние радости, как бывает и во время молитвы, и во время исполнения Духом Святым. Мы знаем, мы чувствуем, что Бог нам помог, что не просто так. Бывает такое состояние, что в какой-то момент время, вот вы что-то делаете, и у вас очень мало времени. И оно просто само получается. Случайно. Но у Бога нет случайностей. Бог подстраивает все эти случайности таким образом. То есть Божья работа, она всегда проявляется, Его почерк так, что это все случается. Случайно. Это Его профессионализм. То есть Бог все делает так, что такие совпадения, которые не могут быть просто совпадениями, но они всегда случаются с кем? С людьми, которые обращаются к Нему в молитве, которые просят у Него благословения. И когда мы приходим или выходим на какую-то работу, или когда мы что-то хотим сделать, у нас это получается. И мы понимаем, что это Бог мне помог. Есть за что благодарить Бога. Есть еще один такой момент, очень достаточно интересный. А когда не получается, что делать? Вот бывает такой момент, у кого-то есть бизнес, и вот бизнес не идет, разваливается. Вот не важно кто, как говорится, breadwinner в доме, мужчина или женщина, кто-то зарабатывает деньги. И вот, допустим, муж занял одно предприятие, у него раз прогорело. Ну есть какие-то еще запасы денег, он вкладывает, делает второй, и раз опять прогорел. Как вы думаете, влияет это на духовное состояние? Вот на эмоции, на сердце, расстраиваешься, расстраиваешься, думаешь о этом, переживаешь, и оно, знаете, становится отпечаток везде. Вот это расстройство, когда оно что-то разваливается, мы начинаем расстраиваться и дома, и в семье, и оно как бы везде начинает отпечаток, и кажется, о, человек нервный, а у него что-то не так пошло, что он такой недовольный. А что в этот момент нужно делать? Поэтому мы можем что-то сделать или что-то изменить. Я хочу прочитать один место, это 45-й Псалом, а может 46-й. 45-й Псалом, первый стих. Второй стих. Начинается он так. Начальник у хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Хорошее имя, да? Аламов для сестер, на женский голос. Песень. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Вот если взять этот стих и о нем порассуждать. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Вот когда у человека какая-то беда, кто ему помогает? Вот есть так написано в Салмах, который поддерживает всех каких? Падающих. Кто поддерживает всех падающих? Бог. То есть кто подстилает свою руку или как бы хочет, чтобы человеку было хорошо. То есть Бог, он вникает в наши дела и хочет нам помочь. И Библия говорит, что он не просто прибежище, как может, как рефидж, убежать куда-то, скрыться. Но он также и наша сила, и он наш помощник во всех наших бедах. Если так вот подумать, вот Бог создал человека для какого-то труда, любого труда, который приносит пользу людям. И Библия говорит, что пользуйтесь этой землей, распространяйтесь на земле. Как можно распространяться по земле, если не, допустим, поселиться в пустыне? Вот надо воду, надо скважину, надо от жары укрыться, надо дом, надо крышу, надо какие-то продукты питания, да, вот все. И люди этим занимаются, люди развивают разные отрасли, садоводство, рыболовство, многие вещи. У людей Бог дает знания, мудрость и способность этим людям. И вот когда что-то не заладилось, к примеру, как вы думаете, это по воле Божьей или не по воле Божьей? Если так порассуждать, вот по идее Бог сотворил эту вселенную, Он царь над этой вселенной. Все делаем, как во имя Господа Иисуса Христа. Мессия, который царь, который всем управляет. Дело, которое вы ведете, это вам временное дело. Вы же не будете с этим делом в вечность заниматься. Иногда люди так себе в вечность. Что мы будем делать в вечности? Вот что будут верующие люди делать в вечности? Играть на арфах. И песни петь. Ну все тогда, какая нам еще профессия нужна? Песни петь, играть на арфах. Вот только посмотреть на эти небеса, на эти количество звезд, которые Бог сотворил, миллиарды звезд, солнечных систем по всей вселенной, если так посмотреть, вот эту космическую вселенную такую, сколько Бог устроил звезд. И они же для чего-то созданы. Наверное, Бог хочет, чтобы мы о них что-то узнали. Вот если так посмотреть на жизнь людей, на планете Земля, вот миллиарды людей на протяжении тысяч лет исследовали эту Землю. Кто-то исследовал дно океана, кто-то исследовал какое-то перо птиц, разных редких птиц, кто-то рисовал карты космоса, звезд и законы физики, кто-то рисовал молекулы по химии, то есть вот у него интересно там было, как вот этот элемент с этим работает. Не всем это интересно, но кого-то это просто восхищает. Кто-то работал с металлами, разные сплавы, металлы делал, добывал, обрабатывал. Если посмотреть даже на многую сегодня сельскохозяйственную технику или на разные производства, фабрики, заводы, почему столько пищи, одежды и много разных редких металлов, полезных вещей сегодня нам так легко доступны. Потому что были такие люди, которым Бог дал мудрость, как это сделать? И это благословение сегодня для нас, что с маленькими ресурсами мы можем получить такой обратный. И вот Бог, когда Он сотворил, я так думаю, что когда люди говорят, что будем жить на небесах, это и в буквально переносном смысле, что там строят где-то там на Марсе что-то там, колонию, что Бог даст какие-то знания и законы людям, люди смогут это... Представьте себе тысячелетнее царство. Нету ни войн, нету, не надо готовить там технику для вооружения. Чем люди будут заниматься? Вот какими-то научными работами. И знания, которые будут продлеваться, я так, не из одного поколения в 20-30 лет до другого поколения в 20-30 лет, а в 300 лет и до 300 лет, там, тысячу лет, а в тысячу лет. Представьте, какое знание может умножиться из способностей и таланты, да? И, возможно, люди будут так же перемещаться сегодня. Библия говорит, что за человека, что немного ты умолил его пред кем? Пред ангелами, да? Восьмой псалом. То есть ангелы же летают как-то. И вот, а человека Бог ненамного умолил перед ангелами. Сегодня мы это не знаем, но Бог положил в способность человека огромные вещи. Но Бог сказал и ответственность. Как это нужно делать? Опять же, возвращаясь к тот экклезиасту, когда тебе что-то нужно делать, как это делай? Делай это хорошо. Делай это качественно. Делай это ответственно. И вот, что делать, когда бизнес не ладится? Первое, это надо прийти к Богу. Нужно прийти к Богу и сказать, Бог, если вам Бог дает какое-то дело, и оно у вас не ладится. Вот начальник поставил вас на какую-то работу, а она не идет. Кому нужно идти? Надо идти к начальнику. Пойти и сказать, что вот мне чего-то не хватает, мне что-то не ладится, нужно этот вопрос разрешить. Книга Еремии, 32 глава, 27 стих. Бог в этом пророчестве рассказывает, что Он сделает одну вещь. Он говорит, что если, говорит, я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Так вот, если вы дальше будете читать это пророчество, Бог сказал, что придет Навуходоносор, он разрушит и сожгет все дома. Знаете, какие? Он говорит, разрушит все крыши, на которых делали возлияние богини неба, и сожгет все дома, которые приносили жертву вал. То есть, Бог говорит, что не просто так, что вот придет поражение по Иерусалиму, и вот там войско прошло, и вот это все, что рядом с войском, было уничтожено. А так избрано произойдет. Вот здесь это делали, мерзость какую-то, вот это будет уничтожено. Вот здесь делали, и это будет уничтожено. А тут не делали. Вот слева и справа делали соседи, а тут не делали. А иначе это будет стоять. А Бог говорит, что есть ли что-то невозможное для меня. И вот представьте себе, если у кого-то не ладится какой-то бизнес, дело, труд какой-то, который он делает, кому нужно идти? Нужно идти к Богу, у которого нет ничего невозможного, который может рассчитать, как бы сказать, во время войны и хаоса, дом, который под снос, а дом, который нужно оставить. И это будет все делаться как? Произвольно. Вот один вопрос, который мне задали дети, они задали такой вопрос. Вот Бог говорит пророку Илии, да? Иди, говорит, в Сарепту Сидонскую. Там есть кто? Женщина, вдова. И что Бог говорит? Я ей что? Я ей повелел кормить тебя. А вот как ей Бог повелел кормить пророка? Вот вы никогда не думали про это? Как же Бог ей повелел кормить Илию? Мы читаем, что приходит Илия, видит женщина, говорит, эй, женщина, ты куда идешь? Она говорит, иду собрать дрова. Мне немного, говорит, масла и муки осталось, сейчас спеку, поедим и умрем. Он говорит, ладно, говорит, не надо умирать. Говорит, сначала для меня сделай меня, покорми, потом будешь своего сына кормить. Где Бог ей сказал, что она должна кормить Илию? Откуда вот эти чувства или желания, которые в сердце человека, что он вот так надо сделать? Вот Бог пришел к царю Кирскому, сказал, вот ты исполнишь свое слово, и ты вот так, вот так сделаешь. Или Бог ему положил это в сердце, или пришел какой-то пророк ему об этом сказал. Как это происходит с человеком? Вы знаете, иногда Бог нам дает советы, и нужно иметь открытым сердце. У Бога нет ничего невозможного. Когда нас Бог чему-то учит или что-то нам подсказывает, мы не должны думать, что вот я такой умный, у меня такое классно все получается, и будет так дальше. Есть в притчах очень хороший совет. Соломон его дает. Это притча 3 глава. Я прочитаю. Притча 3 глава с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот когда мы что-то делаем, Он не говорит о каких-то высоких духовных вещах, да? Он говорит обычных, вот в своих обычных житейских путях. На что нужно полагаться? Полагайся на Господа. Вот когда мы ищем, чтобы Бог был со мной, когда там плитку я ложу, фрейм строю, крышу кому-то кровлю, или где-то какой-то государственный чиновник, нужно какое-то принять правило, или закон, или какие-то бумаги напечатать. На что нужно полагаться? На Господа. Просите у Бога мудрости. Кто-то садит огород, просит у Бога мудрости, как это сделать. Потому что даже повернуть грядку так, или вот так поставить, знаете, с севера на юг, или с востока на запад, иногда играет роль. Откуда дует ветер, откуда светит солнце. И иногда Бог это подсказывает людям, люди это делают. Мало людей, которые могут это рассказать, объяснить почему. Но иногда Бог ложит на чувства, и люди делают, и у них получается, они не знают почему. Но кто направляет шествие человека? Почему не нужно быть заносчивым? Он говорит, не полагайся на себя, на разум свой, что вот я умный, я сейчас все сделаю. А все равно полагайся на Бога, потому что когда мы полагаемся на Бога, мы и кого благодарим? Бога. Бог дал такую заповедь народу израильскому, когда они приходили с плодами, и вот они приносили плоды, и сказали, это все, что кто мне дал? Господь. И так благословляй Господа, который дает тебе все так обильно, для наслаждения. Павел к Тимофею пишет. Благодарите Его, потому что Бог дает нам все обильно для наслаждения. Но как это происходит? Когда мы понимаем, от кого это все происходит? Есть еще одно место. Это тоже притча, 22 глава. Когда он говорит, что «Видел ли ты человека проворного в своем деле?» Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. То есть это человек, который не просто способный, а который хочет сделать хорошо и быстро. Который начал дело и закончил дело. Вот не растягивай. Где он будет стоять? Как у него бизнес будет разваливаться? Будет искать, ну возьмите, наймите меня. Поеду в Хомди, по всаду, буду просить, возьмите меня. Нет. Библия говорит, что его к царям будут звать, князья, его будут искать, чтобы этот человек, чтобы не тот мне сделал, я хочу, чтобы тот человек мне сделал. У меня была такая ситуация, когда меня начальник посылает, я так не хотел идти, он говорит, что нет, только ты должен сделать. Потому что люди услышали, что получили рекомендацию от других, от своих соседей, и они говорят, нет, нет, они меня в глаза никогда в жизни не видели. Они говорят, там Иван должен прийти сделать. И с одной стороны приятно, что именно вас позвали, но с другой стороны это ответственность, когда мы понимаем, что к чему это. Поэтому, вы знаете, вот у нас, когда у нас что-то хорошо получается, что нужно делать? Нужно благодарить Господа, отдавать должную часть, всегда признавать Его, что Он руководит вами. А когда что-то не ладится, кому нужно идти? Тоже нужно идти к Господу, потому что Господь может управить. Я хочу, чтобы вы сегодня заметили, что вот эти шесть дней, которые Бог нам сказал, работать и делать всякие дела, что это не просто ваше развлечение, что вы можете, что хотите делать. Библия нас учит, что мы должны во всех этих поступках, во всех наших делах, когда мы планируем эту неделю, и когда мы приходим в субботний день, если бы мы сегодня могли подвести итоги не Божьему творению, вот как Бог сотворил шесть дней, небо, землю и все, и мы приходим, Его благодарим, радуемся, да, все, что сделал Бог. А вот что я сделал на протяжении этих шести дней для людей, ближних моих, людей, окружающих, для своей собственной семьи, в чем-то я преуспел. И когда мы приходим в этот седьмой день, мы понимаем, что мы свое предназначение, то, для чего мы были созданы, то, для чего мы родились в это время, на этой земле, мы это сделали. Нам что? Нам тогда приятно и хорошо. Тогда и субботний день, он становится другим, да, он становится приятным, он становится благословенным. Поэтому, когда мы что-то делаем, мы как это должны делать? Как во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Потому что мы достигаем это. Есть еще пару мест, я буквально скажу. Без Меня не можете делать ничего, да, Христос сказал. Мы можем подумать, что, ну, я пойду и сделаю что-то сам. Бывает утром такое искушение, когда человек опаздывает на работу или в школу, или куда-то там, на appointment. И хочется помолиться, да. И вот некогда помолиться. Некогда позавтракать. Поздно встал, проспал или еще что-то такое. Вы знаете, у человека такой выбор становится, да, такой, помолюсь по дороге, поем на пути, а потом по дороге там, спешка, еще что-то такое. Не получается. Человек начинает погружаться в суету, и потом какие-то дела не залаживаются. Один раз проскочило, второй раз вроде все получилось, ничего не случилось, все было хорошо, а потом человек остывает. Он перестает искать Бога в своей жизни. Поэтому, первое, когда мы начинаем свой день, нужно его начинать с молитвы. Мы проснулись, а есть за что поблагодарить Бога. Бог подарил нам новый день. Мы можем получить удовольствие от света дня, даже от дождя, даже от снега, даже от какой-то грозы. Может быть, от гололеда. Вы знаете, для кого-то гололед, это ужасно, и что ему даже на улицу нельзя выходить, да, с возрастом это страшнее. А для кого-то, для детей, это аж удовольствие. Это ж какое удовольствие будет кататься, да, потому что дорога скользкая. И вот каждый день, который Бог сотворил в нашей жизни, Он что-то нам несет. Он может каждый день приносить нам благословение. Поэтому, как я обращаюсь к этому же совету царя Соломона в третьей главе, пятым стихом, во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои. Но, как сказал экклезиаст, все, что может рука твоя делать, делай хорошо. Делай, вот сколько можешь, вот сколько выжми. По максимуму, на сто процентов. Никак нибудь сделай. Потому что, даже когда мы делаем какое-то служение Богу, мы можем пропеть Псалом, мы можем прочитать главу. Попросили кого-то прочитать главу? Ну, я пару раз попробовал, потом как-нибудь. А можно это сделать на сто процентов? Сделать лучше, чем я как бы рассчитывал или планировал? Много вещей мы можем исправить, если мы приложим старание и усердие. И Бог в этом благословляет. Поэтому заповедь о дне субботним, она не только касается отдыха, от дела, от трудов, от всех, но она также включает и в себя, что когда мы трудимся на этой земле, чтобы мы научились отдавать себя, приносить вот это благословение людям. Потому что кто-то может работать врачом и Бог ему дал такую способность, понимать характер болезни, чтобы найти причину ее, корень ее. Бог дал знания этому человеку. Мы хотим такому человеку пойти. И человек, который тоже книжный человек, знает способность, и он сейчас начнет вам всякие тесты проводить. Вы хотите попасть такому врачу, который знает, что он делает, так же? Потому что вы переживаете, чтобы он сразу подсказал, в чем причина, что случилось, какая нехватка в организме. Поэтому и сейчас, обращаясь к Богу в молитве, я приглашаю всех нас, чтобы мы пересмотрели. Пересмотрели свое отношение к обычной работе. Пересмотрели свои отношения с сотрудниками, с кем мы людьми работаем на работе. Может, у вас есть какой-то коллектив, с кем вы работаете. Чтобы вы пересмотрели отношения свои. Пересмотрели отношения со своим начальником. Может, да, он лишнюю работу дает. Библия что говорит за лишнюю работу? Если просят тебя пройти одно поприще, не иди с ним ни одно, да? Она же говорит, сделай чуть больше, сделай, пройди два. Сделай. Почему, когда Иисус учил так? Это же оккупанты были, которые жили на той земле, которые, в принципе, силой заставляли пронести это чужие вещи какого-то римского солданта. Потому что через это, вроде бы, кажется, да, человек сказал, слушай, я вижу, ты устал, и сейчас будешь какого-то другого искать, заставлять нести. Давай я тебе еще милю пронесу. И человек думает, какие хорошие евреи. Вот римский солдат, да, думает, какие это хорошие люди, что мы тут-то делаем на этой земле. То есть, это своего рода зов к совести человека, да, это проповедь, которую, казалось бы, человек запроповедовал, пронеся лишних две мили, которые он не должен был нести по римскому праву. Но он это сделал. И этот человек, который находится в чужой стране, может быть, и не доволен, что его туда, это, скорее всего, солдаты, это молодые люди были, у которого какое будет отношение к этому народу? Уже другое. Поэтому, когда вот мы что-то делаем, на своей работе все, знаете, люди замечают, ой, это русские там, или там, ой, это там, субботники, или еще кто-то. Люди быстро классифицируют разных людей, да, способностей. Они знают, что, ой, вот эти люди, если с ними работать, это хорошо будет. Эти люди, они знают, как это делать. И вот каждый раз какой-то строятся такие отношения в этом городе или в другом городе, где мы не живем. Поэтому будем просить у Бога благословения, просто пересмотрим свои отношения. Действительно, я это делаю так, что я могу поставить подпись, что это сделано во имя Господа Иисуса Христа. Или я на какое-то, на какое-то дело не могу это поставить. То есть, не совсем по совести я поступил. не совсем я сделал это так, что если бы я сказал человеку честно, что я не доделал, он, может быть, мне даже и не заплатил. Давайте мы помолимся и за все поблагодарим Бога.